александр привет здрасьте давай выясним главный вопрос ты чистый спринтер или все же универсал ну я и бегаю и гонки и спринты но в этом ситуации у меня по мужикам больше пошли спринты чем гонки а по юниорам я все бегаю да вот у тебя интересные результаты если ты бежишь среди взрослых то есть спринте конкуренте способен у ровесников выигрыш практически все дистанции а вот как строится твоя подготовка то есть есть у тебя как у мастера спринта какие-то другие объемы больше работы команды неоск у нас общей тренировки нет никаких таких чтобы я упомянул что другое мы все вместе делали с командой а почему тогда у тебя получается что ты спринты бежишь нормального по мужикам значит еще не готов блоки бежать мужик скажи пожалуйста прошедшем сезоне ты здорово выступил на универсиаде на молодежном чемпионате мира в лахте 19 лет это уже круто или хотелось чего-то большего я не знаю ну вообще это обычно мне кажется до меня и вичканов также хорошо выступал и червоткин так уж я никого не переплюнул своим наступлением но ты не думаешь что как-то ты рановато начал понятно что сейчас такая тенденция пошла что молодые спортсмены там 21-22 года уже начинают бороться вернее не бороться а выигрывать этап выигрывать кубки мира общие зачеты но в общем в целом все-таки лыжники это такой возраст ну да 25 сейчас правильно скажется сейчас новые лыжники откладывать большинок они уже много выигрывают ирана но и у девчонок да и увлечение такой же мне кажется еще запоздал немножко внутри не пытаешься форсироваться скажи вот и бегал уже на этапах кубка мира там лыжники просто сильнее или дело в опыте в наглости в какой-то там тактики особенно но вот есть не бегал и они очень опытные с ними очень сил в этом плане они могут где-то отдохнуть а где-то так дать что мне за ними не угнаться то есть в принципе физически ты там партиз подходишь к ним близко но но нет все они сильнее меня намного сильнее ничь много то нерваса на готовится но и опыта в него очень мало с ним бороться а кто запомнился каким-то своим особым поведением взрослых стартах клэпу кто еще но это вот именно по отношению к тебе допустим не никого там это меня не знает и как черная мышка а ты сам готов оставить свои права вот случались у тебя какие-то спорные ситуации в гонках было ли такое что после гонки кого пришлось говорить на повышенных тонах там толкаться нет такого не было у меня я как спокойно к этому всему отношусь это спорт особенно спринт где все проходит молниеносно и даже нет времени на принятие какого-то осознанного решения да ну да а чем вот так хорош клеба за счет чего она выигрывает спринте абсолютно у всех вроде у него нет такого сумасшедшего финиша какой свое время был умор только например ну и не знаю миграция у него финиш очень хорошие даже он сколько раз выходил на финише прямую из тех и выигрывал но какая-то техника не особенно загадка да если бы знали мы было выигрывать конечно но ты заметила как он в подъем поднимается как будто не кати за бежит сказать вот мы и стараемся в этом году работали над этим классикой забегание вот этот подъемный много бегали а вот ты лично с кем-нибудь общаешься из иностранцев у тебя как английский хуже среднего но может ты знаешь там французский китайский японский русский ты плохо знаю кстати для тебя удивлением было что на университете последнюю гонку выиграл японец ну и знал его москать смотрел за ним как он бегает выступает ну что интересно же другие бегают лыжники не только и в россии ну молодец свою но он сильный спортсмен заезжал двадцатку да да и смотрел за ним наблюдал а кто вообще тебя привел в лыжи как вот получилось что баха и на лыжах ты откуда я родом из наринмара это север и у нас там много снега долго снег у нас держится и по сути я сначала занимался футболом на риммаре футболом ну получилось так что у нас откуда я из поселка из кафель там нет у нас лыжных гонок вообще и в школе только футбол был у нас и получается я пошел футбол но с папой мы уже где-то с лет четырех я уже на лыжах стою и просто ходили по ходу меня отец он мой отец и дедушка мой занимался лыжами но у нас лыжи это не бег на лыжах идти в лес и там получается нахота и на лыжах все потому что у нас сугробы они по-другому никак без лыж проваливаться конечно ну вот и получается мой дедушка много ходил на лыжах за ленью ходил там охотился и и прицелы придлось папе моему но папа уже бегал на соревнованиях но таких местных маленьких таким в общем бегал бегал и получается он передал мне все и мы с четырех лет с ним ходили походы на длинные то на 10-15 метров я уже ходил где с молодостью до уйдем так на часов 6 и ходим ходим с ним гуляем на лыжах вот и часто все ходили ходили и нам как-то в третьем классе мне моя мама предложила сбегать соревнования по лыжам ну я думал давайте там сок там три каной всего было сбегал я и сразу заехал третьем у себя на соревнованиях его и мод тренер мой личный очков андритонович заметил меня и вот с тех пор я уже к нему сразу пришел а в твоем родном на римаре для тебя лыжники были которые дорастали до сборной россии ты первый а что можешь интересно рассказать про свою родину не так далеко от города валенцево море бывал там нам говорят краба вот такие никогда не был там 19 мая дорог нету как-то на буранах только таких это нечего смотреть нужно такого особенного у вас там на римаре последние годы у нас снег до мая до июня держится и ночи светлые летом так ничего особенных равнина 1 подъемов вообще нету поэтому там тренироваться очень тяжело приносит на сборы выезжать но зато там наверное природные эти каких ягоды и грибы это да мясо наши олени там очень вкусно у вас есть печора до усть цельмы откуда откуда или семиков родом катера летом курсирует пользовался этим видом транспорта ну я пользовался на катерах ездил но не до усть цельмы в другое направление 2013 году через нарьян мар прошла эстафета олимпийского огня сочи ты не участвовал наверно был маленький смотрел нет но может ты знаешь кого-то кто бежал там да знаю не было тогда мысли в голове что спустя какое-то время ты сам будешь на олимпиаде понятно что к пенчангу еще рановато но вот о пекине задумываешься задумываюсь конечно хотелось бы добраться на олимпиаду это моя мечта можно сказать то есть ближайшая мечта на три года на три с лишним года а ты сейчас на какой за какой регион бегаешь не два региона ахангельская область не низких но много да кстати ты вот бежал эти гонки на чемпионате россии ты слышал эту историю про то что кто финиширует за турушевым тот не попадает в сборную нет не слышал но я так одну гонку сделала здесь только спринт и все и каким ты пришел 21 финале но ты понимаешь да что ты мимо так он же не бежал а это такая шутка ходит здесь и романов и постоянно стадионе объявляет что те кто финиширует за турушевым тени попадают сборную критерия сбора а какие планы дальше в какой группе ты будешь тренироваться или где бы ты сам хотел тренироваться вот сейчас я буду не вас и викторича мне все устраивает я очень хотел тренироваться ты переходишь сейчас из группы я и сам сам я ухожу сейчас печать все уже не молодой не не оружие молодежь становится и прихожу кири викторовичу то есть в ту группу где как раз и пестуется молодая поросли на скажи пожалуйста ты что-то слышал о проекте на лыжи и конечно я слежу за вами подписанным цирами за ваши соревнования красноярске сейчас проходили сразу после нее все что бы ты посоветовал юным лыжникам дай вот совет один никогда не сдаваться круто спасибо саш